Здравствуйте! В эфире программа «Качество жизни» и у нас очередной выпуск в рубрике «Лидеры мнений». О развитии внутреннего туризма, мероприятиях по подготовке 20-летия столицы и новых казахстанских звездах беседуем с гостем в студии, министром культуры и спорта Республики Казахстан Арестанбеком Мухаммедиулы. Здравствуйте, Арестанбек Мухаммедиулы. Добрый день. Ну, наверное, первый вопрос вам задам более личный, чем профессиональный. Мы много наблюдаем за вашими постами в соцсетях, вы очень активны, как еще ряд министров, акимов, но на самом деле это, ну, скорее исключение из правил. Вот как вам, лично вам, дался выход в соцсети и вообще, как вы считаете, это новый тренд, какое-то общение, ну, будем сказать, более открытого с населением или это, скорее исключение из правил? Ну, спасибо большое, Юлия Константиновна, во-первых, за приглашение. Это для меня огромная честь участвовать в вашей передаче. Ну, по вопросу, конечно, я бы хотел выразить благодарность уникальным человекам Марку Цукербергу. Наверное, миллиарду людей уже выразили благодарность. Я буду еще раз миллиард первым, что он нашел такой великолепный способ коммуникации между людьми. А на самом деле это, конечно, уникальная такая техническая возможность для передачи каких-то событий. Вопрос стоял в том, что мы, министерство, это проводили колоссально в многом мероприятии, когда встречались с журналистами или другими заинтересованными людьми. Все спрашивают, говорят, а что происходит? Как я рассказывал, говорят, а мы же никто не знаем. Я говорю, ну, как мы, вот журналисты, если берут интервью, мы, конечно, даем. Или даем рекламу, или какие-то афиши. То есть пресс-служба не успевает, получается, за таким количеством событий. Да, да, и они сказали, а почему вам бы Фейсбук не открыт? Это очень удобно. И, конечно, я с удовольствием откликнулся, открыл свою страничку. Оно через два дня полностью заблокировали, забаннерли, да, или как там четко называется. Но я потом обновил, потому что для меня был первый шаг. Я просто открыл, и, конечно, там все, там свои технические нюансы есть, закрыли мою страницу. А потом уже, это, конечно, я уже воспользуюсь, там, технические возможности для защиты информации. И я очень рад, что многие откликаются, потому что те события, которые происходят или намечают, я выставляю в Фейсбук или некоторые видения, и довольно оно очень помогает для работы. Конечно, да. Но вот скажите, откройте секрет, вы сами ведете или у вас группа товарищей ведет? А я честно скажу, это, конечно, Фейсбук, это веду я сам. Это потому что делать какую-то ошибку, оно сразу видно. И не секрет, для корректировки какой-то текста я даю в пресс-службу, потому что, чтобы быстро скорректировали. И потом там перевод же есть с казахского на русский или с русского на казахский, это, конечно. А к нему выкладываю я сам, потому что должен быть какой-то единый этот почерк, стиль. И оно это заметно, когда кто-то ведет или кто-то помогает. Спасибо. Интересно на самом деле. Но вот, наверное, здесь есть какая-то специфика, в том числе и связанная с туризмом. Потому что сейчас министерству передали функции туризма, и, конечно, я понимаю, что очень важно показывать красоты нашей страны, тем более вы много бываете в поездках. Вот здесь вопрос такой у меня, наверное. Насколько вы считаете правильно, что функцию курации туризма передали именно в Министерство культуры? Насколько это соответствует международным практикам? И вот, может быть, о создании казах-туризма расскажете, то есть, насколько это правильно? В пользу случая выражаю вам личное благодарность, Илья Константиновна, потому что при обсуждении этого непростого вопроса, вы как заместителя Атамикена поддержали нашу точку зрения. И, конечно, что сейчас более года туризм находится в виде Министерства культуры и спорта, оно показывает, что это был правильный шаг. Мы всегда должны исходить от заинтересованности. Если организация или полномоченный орган заинтересован в этой деятельности, конечно, оно дает свой плюс. Мы, когда отстаивали наши интересы, чтобы туризм был в составе нашего Министерства, конечно, как вы знаете, мы предоставили международный опыт. Все развитые страны, и Россия, Англия, Италия, Турция, Малайзия, Япония, Южная Корея, то есть все туристически развитые страны, у них это, конечно, единая организация, как Министерство культуры и туризма, Министерство спорта и туризма и так далее. Это общее соединение. Это в чем заинтересованность? Например, вот мы создаем спектакли, проводим спортивные мероприятия международные, и, конечно, нам необходимо, чтобы пришли зрители. Когда нет зрителя, то наши усилия, они напрасны. А когда есть зрители, это как раз это туристы, то есть взаимовыгодный такой процесс. Мы создаем, и приходят туристы на наши созданные соревнования, шедевры, постановки и так далее. Это естественный процесс, и поэтому сейчас мы уже все, по-моему, убедились, что это был этот верный шаг, и я надеюсь, что оно будет и в дальнейшем в этом направлении развиваться. И создание национальной компании «Казахтуризм» – оно тоже международный опыт. Во всех странах есть эта крупная корпорация, которая выражает интересы государства. Это ни в коем случае не вмешивается в деятельности бизнес-среды. Это совсем другое направление. То есть, наоборот, они же берут контент и продвигают за рубеж. Национальная компания просто выступает от имени этого государства со-партнером или автором идеи. Например, вы сами знаете, мы буквально неделю назад пригласили наших уважаемых героев. Это летчики-космонавты Юрий Маленченко, Юрий Батурин, Анатолий Арцебарский и наш Талгат Мусабаев. Четвером повезли Алакуль. Да, Алакуль. Вот можно я тогда по Алакулю отдельный вопрос сразу задам? Вот недавно на Алакале побывал глава государства и дал целый ряд поручений. Давайте посмотрим про это замечательное место. Мы сняли сюжет. С каждым годом озеро Алакуль набирает популярность и становится излюбленным местом отдыха не только казахстанцев, но и гостей нашей страны. Здесь можно качественно поправить здоровье и насладиться уникальной флорой и фауной. Кроме того, сделать озеро самым посещаемым местом в Казахстане призвал глава государства. Власти Восточно-Казахстанской и Алматинской областей прилагают немало усилий для того, чтобы уровень комфорта на Алаколе ежегодно рос. Для туристов появляются новые зоны отдыха, пансионаты и отели. Также управленческие органы расширяют количество транспортных сообщений для того, чтобы желающие могли добраться с максимальным комфортом. В прошлом году курортную зону посетили более 400 тысяч человек. Ну, понятно, посетили космонавты, приезжает очень много людей, очень много легенд связано с этими местами. И действительно, очень много желающих посетить, но все равно уровень сервиса, он пока, ну, скажем, прямо говоря, не международный. Вот работают два Акимата, помогаете вы из центра. Как вы считаете, какой вообще потенциальный турпоток для этого места? И вообще, как бы вы могли, ну, дополнительно стимулировать посещаемость? Ну, во-первых, это, конечно, уникальное явление, что 9 мая глава государства в Алаколье сперва провел большое совещание по развитию Алакольского зоны отдыха. Сдалее было совещание по развитию транспортной системы. Я здесь хотел бы обратить внимание, вот, 9 мая, это праздничный день, выходной день, и глава государства, несмотря, что на такое праздничное, как каждый гражданин же имеет право на выходные дни. Сам приехал. Да, и даже 9 мая утром было возложение у вечного огня в городе Алматы, и сразу же это до обеда прилетел Алаколь, совещание, после обеда еще второе совещание. Это говорит о том, что в действительности у нас Казахстан страна уникальная, уникальные лидеры, которые все время двигают нашу страну. Алаколь, оно действительно, вы правы, оно не такой раскрученный бренд, как было в советское время, и до сих пор сейчас есть, как Иссыкуль, или как Черное море, или Кавказские минеральные воды. И это, конечно, за короткий срок раскрутит возможности Алаколя, это очень сложный процесс, но я могу с уверенностью сказать, что за последние 2 года уже цифры, это посетители совсем другие. И, конечно, интенсивность вкладывания малого, среднего и бизнеса по Алаколе идет вообще, скажем, такими темпами, которые поражают даже местных жителей, которые сами являются производителем определенной продуктовой системы. Я уверен, что Алаколь в будущем будет такой центр притяжения, туристическое притяжение. Вода же целебная, да, из-за этого, да. Самое главное, лечебное притяжение. Там предстоит очень много работы, и сейчас уже ведется активное строительство инфраструктуры. И самое главное, у людей это поменялось отношение к своим, скажем, священным местам, к зонам отдыха. Все уже предпочитают это, конечно, немного спасибо большое, посетители закрывают глаза на некоторые неудобства. Но узнают, что это Алаколь, это наше родное, ничем не хуже, даже во много раз лучше. И я уверен, что вот с такими темпами мы будем превратить международные туристические центры и Алаколе, и Балхаш, и другие наши уникальные места. Ну, хорошо. Вот очень большой урок. Мы же с вами оптимисты. Оптимисты, да. Но оптимисты, нет, и правда. И правда. Вот сейчас вот следующий вопрос, и вот у нас сюжет, он покажет, что действительно посещаемость хорошая. Очень большой вопрос, он логистический. То есть Казахстан, страна большая по территории, достаточно тяжело добраться. И очень много, конечно, вопросов вызывает цена этой логистики. Что на авиа, что на ЖД-перевозки. И вот давайте посмотрим, как развиваются ЖД-перевозки и конкретно Туран-экспресс. Железнодорожный туризм Казахстана сегодня можно охарактеризовать как еще довольно молодое, но развивающееся и перспективное направление. Пассажирская компания Туран-экспресс помогает казахстанцам отправиться в путешествие по стране. Если раньше составы поездов ходили полупустыми, то сейчас не всем хватает мест. Их отличительной чертой являются комфортабельные вагоны и профессиональный обслуживающий персонал. За время существования компания перевезла более 10 миллионов пассажиров по разным маршрутам. В настоящее время компания обслуживает три маршрута. Алматы-Петропавловск, Алматы-Достык, Алматы-Узнагаш. Их же рейсно услугами компании пользуются от 1000 до 400 тысяч человек. Стоимость билета варьируется от 80 до 8 тысяч тенге. Компания не намерена останавливаться на достигнутом и планирует расширить список маршрутов и доставляет пассажиров в Туркестан, Кентау, Шымкент и Казларду. Ну вот Роман Ботабеков в кадре известный энтузиаст и владелец компании. Но вот смотрите, а с точки зрения авиаперелетов, вот сейчас как мы спонсируем государство, как помогает тому, чтобы снизить цены на авиабилеты? Знаете, я бы хотел остановиться на личности руководителя Турана Экспресса Романа Ботабекова. Он, кстати, является многократным, если, ну, боюсь, трех-четырехкратным обладателем уникальных рекордов. Он это по рыбной ловле, он показывает такие уникальные рекорды, которые всех восхищают. И действительно он сам человек такой, неугомонно, все время ищешь что-то интересное, энергичное. И, конечно, соответственно, его бизнес уже развивается в этом направлении. Мы еще раз являемся свидетелем, я сам сторонник, что сферы услуг, они должны быть в конкурентной среде. Это, конечно, государство, оно должно четко придерживаться в области идеологии, стратегии и так далее. Но сфера услуг, это однозначно, они должны быть в сфере в конкурентной среде. И это, конечно, сейчас, что Турана Экспресс показывает лучшие результаты, я уверен, что в дальнейшем и пойдет. И авиаперелеты тоже, сейчас Министерство инвестиций и развития, вот могу с удовольствием сказать, Министр Хасмбек, вообще это человек неординарный, человек очень такой смелый, хотя в жизни интеллигентный, он много себе эмоций не может допустить, а на самом деле очень созидательный человек. И сейчас, конечно, они разработали уникальные маршрутные системы, которые дают возможность интенсивно развиваться и авиасообщениями. Ну, оно, не могу сказать, первые шаги, но сейчас уже начинаются большие проекты. Я еще раз повторяю, через год-два, конечно, туристическая сфера и вообще в целом логичность Казахстана будет во много раз выше, чем мы сейчас имеем. Да, и вот как раз новые здания же и аэропортов строятся, да, и вокзалов. Да, уникальная дорога сейчас, вот мы железнодорожные имеем, что западная Китай, западная Европа, сейчас уже будут обслуживаться по пассажироперевозке. Оно уникальное. В действительности, я месяца три назад с канадскими инвесторами был это в Харгосе, это люди, которые имеют такую обширную бизнес-среду и в Канаде, и на Карибских островах, и на африканских странах. Когда они увидели, как поставлена очень логистическая логистика железных и автомобильных авиасообщений, как в Казахстане, в частности, в Харгосе, и, конечно, у них есть огромное желание прийти в Казахстан. Если ваши ответственные сотрудники выполняют такие задачи, которые восхищают даже этих людей, то, как говорят, Казахстан ждет огромное будущее. И в этом отношении я бы хотел выразить руководство Казахстана Тимиржола, нынешнему руководству, бывшему руководству, которые действительно создали уникальное такое сообщение, железнодорожное, авиасообщение, автомобильное сообщение. Западная Китай, Западная Европа, через Каспийское море уже выход на все страны Европы и Азии. Ну, доступность повышается. Хорошо. Вот в прошлом году мы встречали выставку Экспо. Действительно, про Казахстан узнали многие, и многие наши жители, которые не побывали в Астане, они в ней побывали. Да, это прежде всего, я считаю, что и вот эта заслуга. Те, кто не знал о Казахстане, они побывали в Казахстане, опять-таки, в Астане, в Алма-Ате. И вот Астана традиционно лето, это площадка, которая собирает и культурных деятелей, и какие-то мероприятия интересно проводятся. В этом году 20-летие столицы. Какие сюрпризы министерство готовит астанинцам к празднованию города? Ну, я могу сказать, программа очень обширная, и эта программа рассчитана на целый год. Это очень верно, когда мы с нашим уважаемым мэром Асет Айсекешем обсуждали. В действительности, если мы бы взяли короткий период, там, с 1 по 6 июля, а остальное время наша столица, скажем, полу-такое спокойное движение, то это недопустимо. И, конечно, мы программы распределили на целый год. То есть, постоянно должно быть, да, что-то идти? Да, это постоянно, чтобы была осенняя программа, зимняя программа. И оно, в действительности, верный шаг. Я бы хотел бы вообще в целом остановиться, для чего нужны это крупнейшие мероприятия. Конечно, есть такая определенная критика, все говорят, просто шквал этот критики идет. Я говорю, посмотрите, если там, где 10 человек с южным чем-то недовольны, это, как говорится, не вся ДЭСа. И в этом отношении, конечно, хочу сказать, что весь мир проводит крупнейшие мероприятия. Для примера, сейчас вот Россия проходит чемпионат мира по футболу. Когда цифры называют, это очень дорогое удовольствие. Но сейчас мы-то видим, что это удовольствие, наоборот, будет окупаться в трехкратном или пятикратном размере. Сколько туристов приехало, да? Сколько туристов, сколько страстей, все уже к России, отношения совсем иные. И весь мир проводит международные кинофестивали. Вся лето, Вена, Венеция, все это идут ежедневные какие-то карнавалы. Для чего делается? Это не для развлечения, а для привлечения туристов. Да, вот календарь, это календарь событий, правильно? Какие-то регулярные мероприятия большие, ну вот как Каннский кинофестиваль. Все знают, что там на все собираются звезды. И самое интересное, после Каннского фестиваля, все же мы думаем, что город становится спокойным. Ну, может, относительно. На самом деле, после Каннского фестиваля уже идут просмотры этих фильмов. Уже зрители идут, хотят видеть в оригинале, в том месте, где они получали призы. И далее идут уже ярмарки фильмов. Ну, то есть на целый год это тоже расписано. И нам необходимо, чтобы Астана имела определенные бренды, постоянные бренды. Например, если мы в этом году создали международный фестиваль эстрадной музыки Voice of Astana. Я была, кстати, прекрасна. И чтобы все сказали, что идет, будет конкурс Voice of Astana, этот ежегодный, который все будут знать. Точно так же мы сейчас уже второй год подряд проводим евразийский международный кинофестиваль у нас в Астане. И, конечно, наша задача, чтобы этот фестиваль скрепился, наконец-то, в одном месте. Наше желание, чтобы город Астана был. И мы вошли в эту группу А. Это самые высокие, как Каннский, Венецианский фестивали. И, конечно, наша задача, чтобы наш евразийский кинофестиваль. Тогда уже весь мир будет ждать проведения этого фестиваля, как Каннского, Венецианского. К нам будет приезжать на это время. Да, это, конечно. И поэтому постоянство, оно всегда очень полезно. Да, согласна. Вот еще один такой вопрос. В Казахстане зажигаются новые звезды. Причем новые звезды такого достаточно международного масштаба. То есть каждый год это что-то новое. В какое-то время гремели и продолжают греметь там Тимур Бекмамбетов или там Сергей Лукьяненко. Потом появились Геннадий Головкин, Винокуров. То есть это международные звезды. А вот в прошлом году заговорили о молодой Даниле Тулешевой и Самал Еслямовой. Давайте посмотрим сюжет про то, как наша казахстанская актриса произвела фурор в Каннах. В Казахстанке Самал Еслямовой рукоплескал весь мир. Она стала главной героиней знаменитого Каннского кинофестиваля. Зарубежные критики присудили Самал звание лучшей актрисы. Наша 33-летняя соотечественница получила эту награду за роль в фильме «Айка». Создатели работали над художественной картиной 6 лет. Стоит отметить, что режиссером фильма стал также уроженец Казахстана Сергей Дворцевой. Кинолента повесует о выживании киргизской мигрантки в Москве. Впервые в кино Самал Еслямова дебютировала в фильме «Тюльпан». И вот спустя 10 лет, благодаря упорному труду, она получила золотую пальмовую ветвь. Еслямова не осталась без внимания и почета и у себя на родине. Аким Североказахстанской области Кумар Аксакалов подарил актрисе трехкомнатную квартиру в Петропавловске. Ну вот специалисты говорят, что это не просто успех, а что это сумасшедший успех, что наша казахстанская актриса взяла в Каннах вот такую награду. Знаете, вот я бы, чтобы для четкого восприятия, хотел бы такое сравнение сделать. Я когда, ну, первое, когда впечатление, я все спрашиваю, что такое победа на Каннском фестивале, главный приз за лучшую женскую роль. И я сказал, это как олимпийские игры. Но когда мы смотрим, олимпийские игры в четыре года один раз бывают. И там разные виды. Легкая атлетика, тяжелая атлетика, там это плавание, то есть шанс у многих есть. А на Каннском фестивале, это самый престижный фестиваль, дается только одна награда за лучшую, это женскую роль, да? Ну, потом еще это второго плана, и все. Одна награда. Это как Нобелевская премия. Это, представляете, что с Казахстана какой-то наш ученый или там математик стал лауреатом Нобелевской премии. Точно так же вот Сама Лиселямова сделала такой шаг, она выиграла самую главную Нобелевскую премию в киноискусстве. Вот награждение Оскара, оно более закрытое, оно американское. Там только для иностранцев дается... Одна номинация, да? Одна номинация за лучший иностранный фильм. Там нету за лучший иностранный режиссера, женской роли. А Каннский фестиваль это самый престижный, и поэтому все стремились оттуда попасть. Буквально два дня назад Джулиет Бенош, сама обладательница Каннского фестиваля, при том она говорит, что получила за вторую женскую роль. И то я стала мировой звездой. Конечно, она потом получила за американскую картину Оскара. Но что Самал Ислямова это получила, это, говорят, просто потрясение. Говорят, что от неизвестного Казахстана молодая девушка, которая вышла на высший педестал. Это, конечно, там успех добивается к 40 или 45 лет, когда уже мастерство показывает. Это только 30-летие, там неизвестно никому вышло и победило всех. Самое интересное, я вам скажу, опять же, подтверждение, для чего нам нужны эти Евразийские фестивали, международные, это как войсов Астана, или другие мероприятия, как мы проводим. В прошлом году, во время проведения Евразийского фестиваля, Сергей Дворцевой, как раз он там был, там же обменивался, весь мир собирается, около какие планы. И он высказал это, ну, как свое желание, вот снимает фильм, но, к сожалению, фильм остановился, финансовые средства ограничены. Ну, фактически уже все исчерпали, что дали. И китайский инвестор, когда я посмотрел его, как с предыдущей съемки, и он тогда 3 миллиона долларов выделил Сергею Дворцевой. И через год вот он выстрелил. И я уверен, что и в этом году это точно так же будет интересно, это проекты, то есть взаимовыгодные. Проводится Евразийский фестиваль для того, чтобы мир узнал и Казахстан, и самое главное, чтобы и здесь могли решить вопросы, то есть партнеры могли найти друг друга. Это очень важное мнение. Потрясающе. Я вот, Арстан Бек Михайлович, от себя вношу предложение, чтобы мы создали нашу казахстанскую аллею звезд. Сама Ляшимова, Сама Ляшимова и другие. Спасибо. Арстан Бек Михайлович, вот хотела вас попросить, уж коль скоро у нас такая рубрика, не могли бы вы какое-то пожелание для наших зрителей от себя дать? С удовольствием. Есть уникальный писатель Ридиак Киплинг, ну вообще мы его знаем как автор Маугли, книга «Джунгли», но он и великолепный поэт, и у него есть стих «Посвящение сыну» или называется «Ода» по-разному. И это такой, этот стих, который, я думаю, особенно для молодого поколения очень полезен. Ну, по крайней мере, для меня это стихи, как были, как свод правил для движения, честного движения вперед. «Владей собой среди толпы смятенной, тебе, клянущая за смятение всех, верь сам в себя и наперекор вселенной, и маловерным отпусти их грех. Умей мечтать, не став рабом мечтания, и мыслить, мысли не обожествив, равно встречаю успех и поругание, зная, что их голос лжив. Умей поставить к радостной надежде на карту все, что накопил трудом, и все потерять, и нищим стать, как прежде, и никогда не пожалеть о том. Наполни смыслом каждое мгновение, часов и дней неуловимый бег, тогда весь мир ты примешь, как владение, тогда, мой сын, ты будешь человек». Ой, великолепно. Благодарю вас. Вам спасибо. И за беседу, и за стихотворение. Вам спасибо. Развивая внутренний туризм, мы улучшаем эко-среду и инфраструктуру для жителей регионов. Глобальные мероприятия и успех наших спортсменов, ученых, деятелей культуры улучшают узнаваемость Казахстана за рубежом. С кем и с чем ассоциируют Казахстан туристы из других стран, и как сделать так, чтобы привлекательность нашей страны и для посетителей из года в год росла. Эти вопросы разработки странового туристического бренда мы обсудим в следующий раз, в следующих выпусках. На сегодня все. С вами была программа «Качество жизни». До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин